Доброе утро! Я же говорила, что будет дождь. Не зря у меня голова болела. Всё-таки я синоптик. В общем, я уже вышла с собаками, там где-то снег побежал. Шанти одела новый дождевичок, потому что тот, который вот такой вот как у Доби, она постоянно каким-то образом из него высовывает лапы. Я не знаю, как у неё это получается, поэтому вот этот вот ей одела. Он хоть без лап просто одевается. Это самая любимая её одежда. У неё такой же есть зимний комбинезон. Ну вот самая лучшая, реально. Короче, всё. Идём мы на прогулку. Дождик, дождик, не беда. Вот такие вот дела. Бегом! Гуляем. Я пока тут крашусь, привожу себя в порядок. Боже, зеркало какое-то запыленное, наверное, из-за пудры. Не делай так больше. Кира сидит и, значит, рассказывает, что она хочет маску. Я не могу понять, какую маску. Давай, покажи, покажи, какой она хочет маску. Короче, у неё просто, понимаете, вот с самого утра она хочет вот эту вот маску, которую она вчера мерила. Я не знаю, но я хочу вообще маску Человека-паука, поняла? Которая ещё по пульте вот так вот моргает, короче. Прикинь? А что ты вчера себе на первый заказ не заказала костюм паука? Потому что он стоит, блин, 600 гривен или 800. Ты же говорила, что он стоит там дёшево. А я же не знаю, сколько он стоит. Так уже всё, ты уже первый заказ сделала. А зачем тебе Человек-паук? Я не знаю, но мне хочется. Я просто в шоке. Вот так вот бывает. То она была принцессой, теперь она Человек-паук. Хотя она принцессой никогда не была. Так, это, конечно, всё хорошо. У меня остались последние приготовления. Это вот это вот. Как? Сколько? 490 гривен. Это дорого. Я вот эти вот, что делаю? Подкручиваю реснички. И всё. Я, правда, не знаю, зачем я сегодня это делаю. У нас на улице лупит дождь. Поднимаете? Лупит дождь. А мне нужно идти на почту. Но, наверное, я сегодня вообще никуда не пойду. Я вообще не знаю, что я с ней буду делать. Но я расстроена. Что? Это ещё скидка 45%. Она вот такой вот хочет костюм Человека-паука. Не, ну, конечно, это огонь. Огонь. Но именно не красный, я хочу именно чёрного. Огонь. Вот я о том же. Ну вот на следующий Хэллоуин. Я думаю, что сейчас не стоит тратить на Человека-паука. Смотри, как он... Не, я не могу. Блин, ну он красивый, да. Красивый. А где маска? А там у тебя без маски? Да, там без маски. Маску рисуешь себе на лице. Прикольно. Да. Пошла. Господи, я думала, что в квартире кого-то не хватает. А у меня снег на улице. А там дождяра лупит. Надо пойти его забрать вообще-то. Вот ты, малыш мой, тебя уже запустили. Ну как ты там, погулял? А я уже с тобой собралась идти. Думаю, вот это вот, конечно, снежочек. О, так ты сухой. Ты уже давно сидишь, наверное. А чё ж ты в двери не стучал? Не хотел? Нормально. Не хотел. У нас сегодня будет опять день в потёмках. Дождь идёт. Земля трясётся. Света не хочется. Такая какая-то вообще. Хочется, знаете, как закутаться в тёплый-тёплый плед. Я не знаю, сделать себе горячий-горячий чай. В принципе, что я уже и сделала. Сделала чаёк. Поставила здесь тортик. Жду, пока у Киры закончится хоть какой-то урок. И она сюда придёт. И я хочу, наверное, уже отсюда снять вот эти вот циферки. Почему? Потому что они мне здесь уже не нравятся. Опачки, да? И опачки, два. Всё. Ну, здесь им уже не место. Там ещё в комнате могут повисеть. А вот это вот уже можно снять. Ну, что с ними уже делать? Можно сделать, знаете-ка? Сейчас я попробую, конечно, если у неё получится. Ого! Когда я их надувала, он лопнул очень быстро. А сейчас невозможно его лопнуть. Ладно. А ещё так и будет. Значит, будем делать вот так. Смотрите. Опа! И опа! Всё. Чутка, быстро. 14 лет прошло. А что сделать? Всё уже. Занимаемся другими важными делами. Теперь встречаем в 16 лет. Нет. Ого! Это я загнула. 15. Ну, 15 лет это такой важный. Знаете как? Не туда и не сюда. Вот 14 это круто. Потому что 14 ты получаешь паспорт. Ты уже становишься на одну ступень. Взросление. 15 это вообще ни туда, ни сюда. А потом уже 16. Бабах и крутяк. И 18. Бабах и крутяк. А потом 25. И всё. Из 25 можно уже переставать праздновать своё день рождения. Дальше уже начинается взрослая жизнь. Дальше уже начинаются... Да? Что-что? Время быстро летит. Да? Да. Начинаются заботы, хлопоты. И, короче, уже не до празднования дня рождения. Вот такие вот дела. Зайка, я сделала чаёчек и тортик поставила. Приходи кушать. Сейчас я кимель сделаю и иду. Я просто хочу сразу всю домашку сделать, чтобы потом после уроков её не делать. Хорошо. Хочу сразу сделать всю домашку, чтобы после уроков её не делать. Тоже правильно. Тоже логично. А ещё у меня есть два пирожочка. Это если вдруг я после торта захочу снова есть. В этот раз я уже никаких тарелок не беру. Я тут уже вечером вчера немножко кушала. Вот прям вот так вот с коробки. Это намного вкуснее. Кто такое не делал, попробуйте. Реально. Вот со сковородки очень вкусно кушать жареную картошку. Знаете, вот только приготовленную прям со сковородки. Ммм. Вкуснотища. И торт с коробки тоже. Так что всем приятного аппетита. Я же говорила, что после торта пойдёт обязательно булочка. Ну не могу я без чего-то нормального. Сладкое это, конечно, хорошо. Но после сладкого мне хочется есть. Снег только что. Зашёл в комнату. Такой походил, походил. Подошёл к балкону. Открыл его лапой. Не заходя туда. И пошёл, лёг на столик. Я говорю, тебе шо, жарко? Нормально? Как будто ему жарко. Он такой балкончик себе открыл. И пошёл, лёг. А мне-то не жарко, снег? Ладно. Может, действительно ему жарко. Ну, на улице сегодня не холодно. Сильно. Ну, противно, конечно, от того, что всё-таки дождь идёт. Но не сильно холодно. Вот я на балконе вообще в футболке спокойно стою. И мне комфортненько. У меня посылочка меня ждёт на почте. Но я уже думаю, что дождусь уже второй. Она вот буквально сегодня вечером, завтра уже должна быть. Потому что уже всё. И все посылки мои приедут. Ну, там ещё, конечно, едут уже заказанные. Но это всё будет уже в конце, наверное, декабря. А не раньше. А вот эти вот я же жду. Я хочу уже их распаковать, распечатать. И уже сама хочу посмотреть, что там такое. Два месяца ждать. И вот, наконец-то. И вот, наконец-то. Всё у меня флажок упал. Надо повесить. Понимаете, всё падает. Всё падает. Вы такая втулка весёлая. Классная и суперовая. Ты сюда пришёл? Проветрится? Что, маленький? Ну, давай я тебя тоже туда поставлю. Давай. Ты же хочешь посмотреть. Ну, давай. Раз. Всё. Смотри. Вот. Всем же надо туда смотреть. Как там интересно. Как там классно. Что, Снежочек? А что ты трусишься? И что ты трусишься? А что у тебя во рту? Ну, давай, всё, пошли, пошли, пошли. Там совсем неприкольно. Там холодно и противно. Иди, кушай свою штучку. Смотри. О, какая она плотная. Тут грызь, не перегрызть. Ты интерьерин. Ты мой сладкий. Пошёл. 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 Тырым, тырым. Тырым, тырым. Тырым. Всё. Но балкон должен быть открыт. А мы с Доби тут играемся. Играемся, играемся. Так, по витриную тревогу у вас не заканчивается урок? Воздушная тревога началась. Что-то заходится в иншекраине. Только оценку заделала. Зарабатывала. Я слышала, ты молодец, отвечала. А у нас тревога началась. Наверное, опять какой-то миг взлетел. Ещё новости не смотрела. Чай делала. Я как раз со школы только вышла. Успела она хоть выйти? 16 минут назад. Она закончилась уроком. Ей повезло, что она успела выйти. Ну, я тогда собираюсь и пойду проблему. А у тебя всё уже? У тебя сегодня больше уроков, чем до двух часов. У меня ещё один урок, но... А тревога может закончиться через 15 минут. Ну, через 15 минут приду. У меня урок идёт 30 минут. А урок этот уже заканчивается. Ну. Что? Кира, мало... А я, короче, лежу вообще... Знаешь, в чём прикол? Так что сказали? Уже здесь всё слышала? Нет. Я сейчас тебе расскажу. Короче, я на уроке сидела. Но, тем не менее, я лежала вот тут, даже книжку не открывая. Потому что на экране, типа, книжка. Ну. И, короче, лежу, и что-то вот так легла. И слышу меня вызывают. Такая... Опа! Так, тетрадку беру, такая вот так вот, такая. Ага, смотрю на экране, шо там, такая. И я вообще не вдуплилась, потому что у неё электронная книжка, а у меня это, обычная. И у нас, типа, немножко по-разному. Я вообще не вдупляюсь. Потом уже под конец вдуплилась, шо и как. Ну, короче, я... Я всё сделала. Ну, я молодец. Так, а что тебе сказали? Я не знаю. Она сказала, что какую-то оценку поставит, как я поняла. Потому что я на прошлом уроке отвечала. А только шо, шо она говорила? Ну, шо я на прошлом уроке отвечала. А на этом отвечала немножко. Немножко, потому что тревога началась. Ну, всё. Никому не колышу. Не, Кира, давай ты хотя бы полчасика посиди. Потому что сейчас она может закончиться, и ты пропустишь урок. Ты почему-то у меня полчасика сидеть здесь, и у меня через полчасика уроки все закончатся. Как это через полчасика? У тебя через сколько начинается следующий урок? Через 15 минут. Не может такого быть. Посмотри. Посмотри. Сейчас посмотри. Вы посмотрите на этого короля игрушек. Я такой посмотрите на короля игрушек. Зачем у него столько косточек? И смотри, такой потягивается. Зачем у него столько косточек? А это все косточки уже плохие. Он все, видишь, каждую погрыз, каждая погрызана. И в каждой он достал пищалку. Зачем? Потому что ему нравится доставать пищалку. Каждая, да. И всё? Теперь они не нашли? Нет, он ими играется. Достает оттуда потом поролон. Когда уже весь поролон подоставал, тогда я уже игрушку выбрасываю. Ну вот все, все косточки. У нас, кстати, косточек уже нет. А зачем ты все ему сразу дала? Она дала по одной. А я давала по одной. Ну так а что они все? Так, Кира, я ему даю одну игрушку. Проходит три минуты, она уже порвана. Я ему на следующий день даю игрушку. И все косточки его. Он молодец. Он умеет играться игрушками, в отличие от раз-два. А Тера типа не умеет? Тера нет. Тера играет с игрушками только когда сильно хочет, но она их не грызёт. Она чисто ими играет. А Доби грызёт. Он играет правильно, по-собачьи. У него всё по-фин-шой. Я, наверное, сейчас пока закончился дождь... А, сейчас я уже никуда не пойду. Я думала, что пока закончился дождь, я схожу на почту, всё-таки заберу посылку эту, которую предпоследнюю, последнюю уже буду ждать. Ну потому что я устала дома сидеть. Дождяра лупит, лупит. Думаю, опа, дождик закончился. Пришло сообщение от классного руководителя, что типа «Уветрил назревой гусевый крутячий в беспечные месяца». Мне срочно надо клики. У неё там такой беспечный месяц. Ой-ой-ой! Поняли, да? Короче, пока вот это вот всё было, пока вот это вот дождь лупил, я чуть-чуть покушала торта. Здесь приготовила на вечер заготовку для того, чтобы поджарить картошку. Чуть-чуть поубирала в квартире. Кстати, я сегодня ещё ни разу не включила пылесос. Вот сейчас вот Кира уйдёт, я включу, потому что с её школой я не могу это ничего сделать. И всё, я уже не выдерживаю. У меня уже начинается какая-то паника от того, что я сижу дома, и мне нужно срочно выйти на улицу. Поэтому я очень сильно хотела, но уже я не смогу, потому что почта закрылась. Всё, вот так вот и пожили день. А уже, простите, пожалуйста, полтретия. И как, и как, и как с этим бороться? Открыть окошко надо. Короче, не знаю, что делать. Сегодня, наверное, будет не до день. День, день, не до день. Я, как знала, и уроки все наперёд ей сделала. Ну, типа, чтоб не делать потом. И как всегда с личиком пришла. Ну, что, какая разница, что на YouTube мы не видели. Вот она даёт другая разница, вот какая разница. Включила пылесос и пошла в туалет. Под дверями сидит вот этот вот и орёт. Просто орёт, скулит. Выхожу с туалета, бегом на руки и трусится. Просто его колбасит. Я включила пылесос. Да шо ж ты его так бояться-то стал? Он же никогда тебя не трогал. Ну, это кошмар какой-то. И вот смотрит, смотрит, не идёт ли он сюда. Я тебя уже на ручках держу. Всё нормально. И всё же было раньше хорошо. Он его никогда не боялся. Всё было отлично. А тут всё. Только его врубаю. Посмотрите на него. Вот так вот его трусит. Глаза по пять копейек. И собака боится пылесоса. Всё. Всё, малыш. Всё, маленький. Всё хорошо. Ты на ручках, я тебя никуда не отпущу. И сразу на руки бегом, чтобы ни в коем случае этот пылесос его не съел. Малыш мой. Друзишка, зайка зеренький. Не бейся. Кира наделала картинок вот таких. И всё это позаклеивала скотчем. Вот она тоже на принтере, на своём печати. Смотрите, обычная бумага, она очень... Мягкая. Да, она очень мягкая. Я не знаю, чем она мне пригодится. Вот я как-то её использую. А клеющая бумага, ну прям капец. Мне на всё не надо. Ну, я скажу так, что... Я не знаю, что это за карта я хотела спустить. Это не моя карта. Это твоя карта. Старая. Разве это старая? Вот у меня новая. А, ну, значит, старая. Короче, это, ей нужен... Татера, куда ты лезешь, малышка? Я ухожу, потащи. Не, ну, ты посмотрите на этих собак. А что у меня есть? А что это? О, боже мой. С новым годом до 10-13 годов. О, боже мой, выброс эту гадость. Короче, я что хочу? Я хочу пойти в АТБ. Мне сказали, что там мешки есть для новогодней, для бутылки. Я хочу пойти посмотреть. И на почту, наверное, сегодня уже не пойду. Пойду завтра, потому что моя вторая посылка только выехала на отделение. И из-за того, что она только выехала на отделение, она там будет завтра. Так что завтра у нас будет такой день. Все вместе. И татушка, и почта, и все-все-все. А сейчас пока схожу, куплю, может быть, солененьких огурчиков как раз в АТБ. И посмотрю этот мешок. Кири бумагу. Нет, туда уже не пойду. За бумагой пойду в следующий раз. Я не хочу. В магазине возле нас нету. А это надо идти аж в Аврору. А если я пойду аж в Аврору, то я там опять потрачу кучу всего. Поэтому я никуда не пойду. А у Киры урок начался. А закончилась воздушная тревога. Короче, воздушная тревога была ровно в переменку. Представляете? И Кира уже такая собралась куда-то выходить. Я говорю, не-не-не, дождись отбоя или хотя бы дождись того, что закончатся уроки вообще все. И тогда пойдешь. Итак, тревога началась за 10 минут до конца урока. Потом переменка. Нет. А как? А, да. Потом переменка и отбой в 15.05. А в 15.05 у меня начинается... Ну вот, я же рассказываю. Я 20 минут ждала, пока она придет. Четко в переменку начался урок. И то урок начался 20 минут прошло урока, а учителя еще не было. И вот она только появилась под конец урока. Короче, пруха-веселуха. Но это уже последний. Ты, кстати, завтра, Кира, пропускаешь несколько уроков. Надо будет сегодня написать учителю. Каких последних? Да. Ну, два последних, наверное. Мы поедем же с тобой. Классно. Труды и химия. Труды и химия. Замечательно. А труды лучше бы не пропускала. А почему? Не знаю, мне нравится. Ну, может... У нас же не труды, у нас черчение. Не знаю, мне нравится. Значит, ты не пропустишь труды, а химию пропустишь. Да чего мне пофиг вообще. Короче, все, зайка. А я собираюсь. А то она тут вот это ходит, решает. Я еще сама не знаю, сколько уроков. Надо посмотреть, когда у нее что заканчивается. И после этого уже ее отпрашивать. Я пошла в АТБ, пока нету дождя. Объясните мне, пожалуйста, почему в такую погоду всегда хочется спать? Вот реально так сильно хочется. И так сладко ты спишь. Как это работает? Так, мешки. И тут нету мешков. Мне сказали, что тут есть мешки, но мешков нету. Только шапки. Так что меня обманули. Я думаю взять вот таких вот шариков на свой вот круг, который я вам показывала от торта. И сделать какое-то украшение. Потому что этот цвет тоже должен присутствовать в этом новом году. В общем, я сейчас подумаю. Пока еще не решила. Но надо подумать. Это стоит 89 гривен. Ой, какие красивые. Дедушки Морозы очень классные. Так, ну я же говорю. И такая елочка у меня есть. Она, по-моему, светится, да. Смотрите, какую я прикольную штуку нашла. Это можно на бутылку повесить. И реально будет прикольно. И типа бутылка, как снегурочка. Слушайте, ну красиво должно получиться. Надо узнать, сколько она стоит. И если не дорого, то можно вот эту вот вещь взять чисто для бутылки. И уже а-ля типа украшена будет. Здесь еще вот такой вот вариант. Это типа, ну это вообще как бы для елки. Но мне кажется, на бутылку тоже это будет классно. Только мне цвет не очень, конечно. Но все равно. Ну вот, Merry Christmas. Прикольно. Может дождаться, появятся какие-то еще интересные. Но достаточно круто оно будет. Именно всю бутылку закроет. Просто непонятно, что здесь нарисовано. Вообще как бы непонятно. Вот реально. Что это такое? А, это гномики. Боже мой, теперь я уже увидела. И сейчас узнаем, сколько эта штука стоит. Смотрите, еще какие открытки можно сделать самостоятельно. Много год. Со стразиками. Очень красиво. Вот тут у меня абсолютно разные есть. Своими руками ребенок, чтобы кому-то подарил. Классно. Шикарно просто. Как хочешь делать ночи. Я все купила, то, что я хотела. Мандаринки и какие-то интересные груши. Какой-то софт интересный. Вот в таком вот она непонятном виде, как манго вообще. Ну, в общем, будем пробовать. Да, потом здесь сливки и яблочки. Это тоже вкусно и полезно. Еще. Себе не представляете, ребята. В ТБ есть ароматизаторы для вот этих пшикалок, которые, ну, автоматически. Можно самим, конечно, пшикать. Но знаете, сколько стоит вот этот вот? Вот просто себе не представляете. Пока вы там пишите комментарии, сколько стоит, я вам покажу, какие я купила ароматы. Маршмеллоу. Просто невероятно пахнет маршмеллоу. Очень вкусный и сладкий запах. Потом здесь у нас карамель и ваниль. Ну, пахнет карамелью вот именно сладкой ватой. Просто офигенно пахнет сладкой ватой. Короче, я такие все сладкие запахи понабирала. Сейчас у меня тут отпало. Очень, очень вкусненько. Просто невероятно. Я же говорю, ребята, цена это вообще, я не знаю, unreal. Поэтому я взяла так много, чтобы уже было, потому что по-любому сейчас раскупят. Потом взяла арбузик. Такой свежий арбузный запах. Супер. И еще взяла клубничку. Короче, у меня все такие, знаете, летние ароматы. Просто реально, ну, все очень классные. Четыре штуки. А теперь, внимание, цена 34 гривны. Тридцать четыре! Я просто вообще таких цен не знаю. Реально 34. И все запахи очень вкусные. А помидоры. А огурцы. Масло. Рыбку Кирюшки. И вкусняшки для собак. Все. Вот это то, что я купила. Больше ничего не было. Но вот это просто что-то с чем-то. Каким я запахом брызгалась. По-моему, вот эти вот. Очень вкусные. Ну, я не знаю. Но это просто офигенно. Можно вот так вот просто. А можно вставить в... Я не знаю. Контейнер, который на батарейках, который автоматически пшикает. У меня он есть. Но у меня батарейки сели. Поэтому я пшика самостоятельно. Пахнет. Просто карамелькой. Очень вкусно. Боже мой. Короче, все просто бегом в АТБ. Реально все бегом в АТБ. Офигенная вещь. А я раскладываюсь и уже иду с собаками гулять. Потому что уже 5 часов вечера. Вот так вот и день пролетел. Короче, знаете как. А потом надо бежать и картошку чистить. Которую я надела. И которую нужно чистить. Которую я начистила. И которую нужно делать. Вот, правильно сказала. Значит так. Здесь у меня готовится картошка. Там у меня готовятся тефтели. Это первое. Второе. Я только что гуляла с собаками. И мне сказали, что для того, чтобы сделать паспорт, нужны еще некие документы, которых у меня нет. Нужен идентификационный код. Слава богу, он у меня есть. И нужна справка о том, где прописан ребенок. И аллилуйя. У нас есть такая программа, как ДИЯ. Где можно не выходя из дома получить любой документ. Я только что его запросила. Десять минут мне он пришел. Единственное, мне его нужно распечатать на бумаге, которая у меня нету. Которую я куплю завтра. Потому что я сегодня вообще никуда не ходила, кроме АТБ. А в АТБ бумаги нет. Там вообще нет такой канцелярии. Ну, грубо говоря, той, что нужно. Кроме там ручек, блокнотиков. А бумага, большие листы. Я сейчас не могу купить. Мне нужно, ну, малое количество листов. Там в сто штук, в двести штук, но не тысяча. Поэтому завтра куплю бумагу. Завтра все распечатаю, подготовлю. И завтра у нас уже день татуировки. Да, завтра уже все. Кира будет с татушкой. Я надеюсь, что она ее сделает. Я сегодня ей показала, насколько это может быть больно. Кстати, вы тоже можете попробовать, вот взять ногтем и вот по руке вот так вот поводить. Долго-долго-долго. И вот когда вот начнет печь, вот представьте себе, что это вот такая вот боль, когда ты делаешь татуировку. Именно вот такая, ну, жесткая боль. Не сильно, а так именно конкретно. Такое, как печет. Вот это вот. И она, Кира говорит, а, говорит, нормально. Выдержу. Вот. Поэтому, в общем, все. Я доготавливаю. Только что мне пришла смска с почты, что приехала моя посылка. Но я уже сказала все. Я уже никуда не пойду. Я уже ничего не хочу. Все уже будет завтра. Короче, завтра у нас будет интересно. Завтра у нас будет необычно. И завтра будет классно. А на сегодня, я не знаю, сейчас Киру дождусь. Если что-то она мне интересное расскажет, то мы об этом узнаем. Если ничего не расскажет, то мы с вами попрощаемся. Я безумно довольна вот этим аппаратом, который я высасывала свои прыщики. Ну, не прыщики, а именно вот черные точки. Классное лицо стало очень чистое. Я вот даже сейчас по себе вижу. А, еще спрашивали. Покажите поближе витамины. Вот такие вот витамины я Кире даю для волос. Мне говорят, что волосы выпадают из-за зимы и так далее. Все возможно. Из-за зимы и так далее на нее выпадают волосы сильно. Поэтому витамины никогда никому не вредили. Это не химия, это витамины. Здесь у нас... А что у нас здесь за витамины? Витамин А, витамин С, витамин Д, витамин Е, витамин В6, витамин В12. Кальций, фосфор, магний, синг, марганец и еще какие-то. Еще какие-то, которые я не вижу. Коллаген. Блин, еще что-то. Еще что-то просто, что я не вижу. Очень мелкий шрифт. Остальное я, знаете, как по буквам могу определить. Остальное читать я не понимаю. И ПАБА. ПАБА. Что такое ПАБА? Не знаю, какой-то ПАБА. И РОСТАЛ. Короче, какие-то витамины, которых я не знаю. Но это все витамин. Это не химия. Обычный витамин. Все. У меня устала рука. Я дальше... Как то, чтобы она не сгорела, надо ее перевернуть. А то сейчас я одни уголечки сделаю. Видите, уже... Уже пока. Кто-то... А! Фирюшка, привет. Намокла. Боже, вся мокрая. Кира, ну ты издеваешься? Зато хорошо погуляла. А как ты завтра, интересно, будешь ехать в такой мокрой курточке? На мои курточки поеду. Так, раздевайся. Куртку сразу... Кира, обувь туда, да. Вот так вот. И куртку сразу повесь на... Не знаю. На... Парад Паривателем. Да. Не знаю, как она называется. Так ты правильно назвала. Аппарат Паривателем. Я просто наугад сказала. И спонжики Кира купила, потому что у нас закончились. Вчера мне приходилось умываться ватой. Вот, дожилайся, да? Серьезно? Да. Ватой? Ну да. Сладно. А что с тобой такое? Я пришла, сказала, что от промокрой все поверяло. А у котестера доставать? Доставай. А ну давай, иди сюда. Саня. Саня. Да, не протонула. Да, нельзя. Не нужно. Хорошая, ну прям проблема. Почему? Почему? Если у меня хорошее настроение, то я сразу что впила. Я не впила. Потому что ты очень редко приходишь с хорошим настроением домой. Ну, мы ваталку откорочены. Ты что, три раза целовалась? Ну, по-любому. Ну, реально, ну просто хорошее настроение. Или четыре раза? Просто хорошее настроение. То есть четыре все-таки. Просто хорошее настроение. Я просто человеку говорила, а так уже домой пойти. Я с ним стояла, спорила, чтобы он домой шел, а не дальше гулять. Потому что он весь мокрый. И он пошел домой. Со мной спорить лучше не надо. Не переспорить. Задался и пошел домой. Сейчас мне будет на голосовой смывать унитаз, чтобы доказать, что он дома. Понимаешь? Ну, потому что если человек заболеет, то мы потом не будем гулять, ты понимаешь? Вот. И мне надо, чтобы он домой пошел. То есть ты мамочка устроилась? Не! Человек заболеет, и мы потом не будем гулять. Будешь без человека гулять? Не-не, я так не хочу. Ну, по-любому, поболеет немножко. В смысле, это сука? Я ж... А я типа не знаю, кто. Ну, а типа люди не знают, кто. Люди знают, кто? Нет. Да? Нет. Да все уже знают? Нет. Да, конечно. Нет. Ну, теперь все будут знать. Ну, не надо. Да все уже. Запикаешь ее. Да, конечно. Ну, запикань ее, ну, пожалуйста. Вот по-любому что-то пила. У тебя настроение хорошее. А знаешь, почему у тебя настроение хорошее? Потому что я пришла в хорошее настроение, я тут сижу, улыбаюсь, и сразу у тебя улыбка на лице. Конечно, потому что я взаимосвязана с тобой полностью. У меня аура хорошая, и у тебя тоже. Нет, потому что я тебе всегда говорила, ты мой воздух, ты моя душа, ты моя жизнь. Если у тебя плохое настроение, то и у меня плохое настроение. Ты моя бокашка забыла. Такого я точно никогда не говорила. О, давайте какашку набьем на руку. Все, тю-тю. А что, будет прикольно. Будешь всегда помнить о собаках. Да. Возьмем прям Добину какашку, размажем и набьем, да? Да. Добина, что думаешь? Он просто настолько в шоке. Знаешь, как я делала постоянно вот так вот? То же самое, Анатолик же сделал. Да, да, да. Да, Дарю? Что, Дарюшечка? Скажи, да. Его только что снег укусил. Как тебе и надо? Он обижен. Обижен. Так, все, ты руки помыла? Нет. Иди. Мой руки и будем кушать. Все. И всем вам, ребята, на сегодня что? Пока-пока. Пока-пока. Лавушка. Ну, пока-пока. Продолжение следует...